В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Украина намерена закупить для строящихся двух энергоблоков Хмельницкой АЭС два реактора ВВР-1000 у Болгарии, которые ранее предназначались для недостроенной АЭС Беллины, строительство которой было приостановлено, а проект закрыт. Об АЭС Беллины, в частности и облгарской атомной энергетике в целом, два года назад на моем канале выходил отдельный ролик, который все еще не утратил свои актуальности, и посмотреть вы его можете по ссылкам на экране и в описании. Однако в этом ролике я хочу поговорить о перспективах продажи Болгарии двух энергоблоков и сопутствующего их оборудования, которое на момент создания ролика, уже 7 лет как находится в Болгарии, ржавеет, по мнению местных журналистов, и проглатывает миллионы левов на поддержание их пригодной для продажи форуме. Так что если вам это интересно, то не переключайтесь, ведь сразу после заставки мы продолжим. И кстати привет, Харьковский Болгарин с вами. Друзья, прежде чем разобраться откуда у Болгарии вдруг оказались ненужные реакторы, и как они могут пригодиться Украине, я вас попрошу подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов на моем канале. Ведь более 90% из вас смотрят мои ролики без подписки. Ну серьезно, это ни в какие ворота не лезет. Ну черт возьми. Как? Для вас же это не сложно, всего лишь один клик мышкой. А для меня это очень большая мотивация для того, чтобы выпускать ролики и дальше, и вообще для продвижения моего канала. Также я вам предлагаю подписаться и на мой телеграм канал, который не имеет четкого формата, но зато там я каждый день публикую всякое разное. То, что не вошло в мои ролики, свои короткие мнения и мысли на политику, музыку, кино, науку и так далее. А еще там можно просто пообщаться, потому что там я отвечаю быстрее. Ссылка будет в описании. Итак, что же это за реакторы, о которых идет речь? Если вкратце, то эти реакторы были заказаны в 2008 году для строящейся тогда второй болгарской атомной электростанции. И Болгария должна была их получить в 2012 году. Но из-за многочисленных пересмотров проекта АЭС Беллины и появившихся разногласий, о которых я более подробно говорю в том ролике, на который я уже сослался до заставки, реакторы были доставлены в Болгарию только в 2017 году, после того, как Болгария заплатила за них 601 миллион евро в декабре 2016 года. Ирония состоит в том, что реакторы Болгария получила спустя 4 года после приостановки строительства заполучной АЭС Беллины, которая с тех пор так и не была возобновлена. А в 2022 году болгарское правительство от проекта отказалось окончательно. И вот сейчас уже около года идут переговоры между Киевом и Софией о закупке этих реакторов в Болгарии на сумму 1,18 миллиардов левов, что составляет примерно 650 миллионов долларов или все тот же 601 миллион евро. Переговоры идут так долго, потому что указанная изначальная цена за два реактора и сопутствующее оборудование резко возросла в последнее время до 1,2 миллиарда, но уже евро, то есть выше в два раза той, за которую реакторы были куплены. Но пару слов стоит сказать о самих реакторах, почему выбор упринупал именно на них. Произведенные реакторы ВВР-1000 для АЭС Беллины представляют собой последнюю модификацию данного типа реактора, а именно В-466Б. Они относятся к третьему поколению, наиболее часто используемых в мире ядерных реакторов – водоводяных. Реакторная установка проекта АЭС Беллины использует реактор с четырьмя циркуляционными контурами. Номинальная тепловая мощность составляет 3010 мегаватт, полезная мощность – 1011 мегаватт, по другим данным – 953 мегаватт. Это самая последняя модификация реакторов ВВР-1000 на данный момент, и отличается она повышенной безопасностью и сейсмостойкостью. Модернизирована активная зона, верхний блок и сам корпус реактора. Внесен ряд конструктивных усовершенствований по оборудованию и системам, которые позволили достичь уровня безопасности, соответствующего современным международным требованиям и рекомендациям правил ядерной безопасности МАГАТЭ. То есть эти реакторы – самые совершенные из всех реакторов типа ВВР-1000, и превосходят по всем параметрам те, что на данный момент установлены на существующей болгарской АЭС Козлодуль. А ведь одна из причин отказа от строительства АЭС Беллина – это якобы недостаточная безопасность реакторов. Именно из-за недостаточной безопасности первых четырех блоков ВВР-440 атомной станции Козлодуль, они были закрыты в 2002 и 2006 годах. Они не имели защитной гермооболочки, предназначенной для удержания радиоактивности в случае тяжелых аварий. Однако полная модернизация и реконструкция реакторов типа ВВР-440, модификации В-230, которые как раз установлены на АЭС Козлодуль, повышающая их уровень безопасности до международных требований МАГАТЭ, не такая уж и дорогая. Всего 25 миллионов евро на энергоблок, что также продлило бы их эксплуатацию на 15 лет. Поэтому я склонен считать, что закрытие первых четырех блоков 1-й болгарской АЭС Козлодуль и отказ от строительства 2-й болгарской АЭС Беллина были вызваны не рациональными экономическими причинами, а создавшейся политической конъюнктурой и давлением Евросоюза на Болгарию под предлогом условий для вступления в ЕС. Но таким вот бесчестным образом, далеким от понятия честная конкуренция и свободный рынок, за который якобы выступает Евросоюз, по сути был просто устранен сильный конкурент на рынке электроэнергии в Европе. Ведь сейчас България тратят милиони левов ежегодно на поддержание купленных реакторов для 2-й АЭС, пригодни для продажи форми, как я уже сказал в начале ролика. Тоест, по сути, впустую. Какая в этом экономическая выгода для Българии, остается неясно. На година милиони отиват само за съхранение. Това ще ми също и за подтверждение, че го поддържаме, както трябва да може да бъде лицензиране, т.е. да имаме гаранция, че обрубваме това в перфектно състояние. Всичко това са разходи, които през годините се трупат, а не правим никаква крачка за решанието на този проблем. Но о том, как благословенный рыночек и капитализм в целом всем заправляет в такой отрасли, как атомная энергетика, а самое главное, как справляется с ликвидацией последствий техногенных и природных катастроф, в том числе и организует эвакуацию, я говорю в отдельном ролике, вышедшем совсем недавно на моем канале. В нем я подробно рассказываю об эвакуации жителей Припяти и мифах, которые сопутствовали эвакуации и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Как раз в сравнении с тем, как это происходило и происходит до сих пор в капиталистических странах. В том видео также разбирается и нашумевший сериал «Чернобыль» от канала HBO, так что обязательно посмотрите этот ролик по ссылкам на экране и в описании. В начале года Украина объявила, что этим летом или осенью начнет строительство четырех новых ядерных реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, чтобы восполнить утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией. Киев планирует расширить сектор, поскольку российские войска оккупировали Запорожскую АЭС. Крупнейшую атомную электростанцию в Европе еще в начале войны в 2022 году. На данный момент на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока с реакторами ВВР-1000, но чуть более старой модификацией В-320. Эта модификация является самой большой серией реакторов ВВР-1000, которая установлена на всех атомных электростанциях Украины, кроме закрытой Чернобыльской, и на пятом и шестом энергоблоках существующей болгарской АЭС «Козлодуй». В России треть всех реакторов также относится к этой серии реакторов ВВР-1000. И вот два из новых четырех реакторов на Хмельницкой АЭС Украина хочет купить у Болгарии. Во-первых, потому что сама Болгария отказалась от них и хочет их продать. А во-вторых, потому что это все реакторы одного типа, и на Хмельницкой АЭС вся инфраструктура уже спроектирована именно под них. Строительство третьего и четвертого энергоблоков уже было начато в 80-х годах прошлого века, и по состоянию на 2018 год они были достроены на 75 и 28% соответственно. Кроме того, закупка напрямую у производителя реакторов ВВР-1000, то есть у России, по объективным причинам на данный момент невозможна. А закупка реакторов иного типа на Западе для третьего и четвертого энергоблоков потребует серьезного изменения всей инфраструктуры, проекта, стандартов и норм, что неминуемо повлечет за собой сильное удорожание и замедление строительства. Тем не менее, Украина уже объявила, что намерена пятой и шестой энергоблоки на Хмельницкой АЭС построить уже с нуля, именно по западным стандартам, используя технологии компании Westinghouse Electric Company. И 11 апреля этого года строительство пятого энергоблока торжественно стартовало. Более подробно о самой Хмельницкой атомной электростанции, истории строительства, нынешнем состоянии и перспективах, планируется выход отдельного ролика от авторского коллектива канала Life in Kharkiv. Ссылка на него в описании. В заключении же я хочу сказать несколько слов от себя. Мое мнение, раз Болгария отказалась от реакторов, которые подходят идеально для третьего и четвертого энергоблока в Хмельницкой АЭС, то пусть они послужат Украине. И я надеюсь, что стороны договорятся о сделке в скором времени. Ведь альтернативы атомной энергетике нет, как нет альтернативы и всему человеческому прогрессу. Иначе нам грозит возвращение в каменный век после нескончаемых войн. Это, надеюсь, понимает и нынешнее руководство Болгарии, несмотря на отказ от строительства АЭС Беллины. Поэтому сейчас в стране всерьез рассматривается строительство седьмого и восьмого энергоблоков на станции Козлодуль по технологии все той же Westinghouse Electric Company, поскольку на этой АЭС уже существует вся необходимая инфраструктура для этого. Конечно, это снова не о честной конкуренции, а скорее о силовом выдавливании конкурентов в лице Росатома с рынкой Европы. Но об этом мы поговорим более подробно как-нибудь в другой раз. А на сегодня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok